Теперь нам нужно экспортировать данную плитку для создания кисти в PixelMixer. Выбираем файл Export-Export-Devth-Along-Y. Но, как можете заметить, центр захвата Displacement находится не по центру нашей композиции. Для того, чтобы все было правильно, нам нужно перенести Pivot Point композиции в нулевую систему координат. Для начала, давайте сделаем Merge всех объектов. И для этого, на любом из слоев нажимаем правой кнопкой мыши. Выбираем Merge Visible No Booleans. И удаляем ненужные слои. Затем нажимаем пробел и выбираем Transform Tool. После чего кликаем на кнопку To Center Mass. И напротив текста Position нажимаем на иконку X. Далее смещаем Pivot Point с зажатым Shift в центр композиции. И снова кликаем на крест напротив Position. В итоге, весь объект будет находиться в нулевой системе координат. И Вы сможете правильно запечь Displacement для дальнейшего экспорта и создания кисти в Pixel Mixer. Снова переходим в файл Export-Export-Devth-Along-Y. И как видите, теперь патч захвата находится ровно по центру нашей композиции. Просто нужно поменять его размер. Для этого меняем значение Patch Size. В данном случае у меня это значение равное 85. Теперь нажимаем ОК. И после экспорта у Вас появится XR-файл, который мы будем использовать для создания кисти в Pixel Mixer. Открываем Pixel Mixer. Создаем новый Paint слой с помощью данной иконки. И напротив кривой кисти кликаем на папку Add Brush. Выбираем XR-файл, который экспортировали. И таким образом Вы получите кисть для рисования Displacement. С помощью клавиши S и средней кнопки мыши, Вы можете менять радиус кисти и удерживая Ctrl, выдавливать Ваш объект. Предварительно выбрав слой Displacement, так как в данном случае в остальных нет необходимости. Теперь давайте добавим каких-нибудь материалов. Идем в онлайн библиотеку, выбираем категорию Concrete и качаем данную штукатурку. Во время скачивания текстуры у Вас появится зеленый круг, который будет отмечен по окончанию загрузки. Тем самым данный материал появится в Вашей офлайн библиотеке и его можно будет использовать в Quixel Mixer. После того, как скачивался материал, идем в офлайн библиотеку и выбираем его. После того, как загрузился материал, обязательно включаем Wrap to Base и выключаем Remove Details, чтобы не терялись детали Displacement карты. Затем создаем маску для нашего объекта, чтобы штукатурка не залазила на него. В Quixel Mixer есть такой неудобный момент с кистями. Поэтому, приходится рисовать маски вручную, используя кисть и терку. Добавляем маску для плитки, добавляем любой из металлов для арматуры. Например, Old Galvanized Metal и снова рисуем маску. Кстати, чтобы ее рисовать не совсем с нуля, просто копируем с предыдущего слоя, нажав на ней правой кнопкой мыши и выбрав Copy Mask. После чего, создаем маску для нужного слоя, нажимаем правую кнопку мыши и Past Mask. Далее, редактируем с помощью кисти и терки. И если Вам не нравится момент рисования масок вручную, то лучше создавать такие сложные объекты с помощью Displacement карты с готовыми масками в 3D-Code. Об этом мы еще будем говорить дальше. Я покажу еще более сложный ассет. А сейчас я включаю все слои, которые выключал и на данный момент у меня получился такой результат. Естественно, можно было более аккуратно нарисовать маски и не спешить. Но сейчас моя цель рассказать об этой возможности, а не доводить до идеала. Давайте немного настроим Glossiness, Metalness и Albedo для слоя с арматурами и пойдем дальше. Далее, качаем мраморный материал из онлайн-библиотеки. Есть мрамор на любой вкус. Давайте выберем какой-то такой. Теперь настраиваем его и снова рисуем маску, чтобы он был применен только к плитке. Субтитры создавал DimaTorzok Затем, настраиваем материал и получаем такой ассет. Теперь давайте поговорим о более сложном ассете, который можно создать с помощью displacement и разных материалов в Quixel Mixer. Я думаю, что все видели этот урок у них на канале о создании каменной стены с окном. И теперь я хочу показать свой вариант создания такого ассета с немного другим Workflow. В результате получится такой объект, который мы экспортируем в разные 3D редакторы. В Quixel Mixer пока нет 3-планар маппинга, поэтому когда Вы будете использовать displacement для создания такого рода объектов. Вы будете видеть растяжки текстуры по бокам. Я надеюсь, что в следующих версиях его добавят и мы сможем создавать разные 3D объекты из плоскости, которые выглядят отлично с любого ракурса. Но даже сейчас, Вы можете использовать такой ассет для Ваших задач. Если не сильно менять ракурс, то получается шикарный результат. Ну что ж, хватит демонстрации. Приступаем к созданию этого замечательного ассета. Итак, возвращаемся в 3D-код, выбираем Surface Sculpting и начинаем лепку с обычного Box Primitive. Трансформируем его таким образом и переносим на слой, нажав кнопку Apply. Apply. Затем, несколько раз нажимаем Enter, чтобы получить хорошие фаски. После чего, включаем симметрию и с помощью инструмента Cut-Off, вырезаем нужный профиль. Тут уже все зависит от Вашей фантазии. Далее, на виде сбоку выключаем симметрию и делаем такой профиль с тем же инструментом. На виде сверху немного срезаем нижнюю часть. Включаем симметрию и делаем такое разделение. Затем нажимаем Enter, чтобы на обрезанных частях появились фаски. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также, включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!